В популярной музыке бывают случаи, когда автору и исполнителю песни приходится напоминать о себе, записывая кавер на собственное произведение, ставшее хитом в репертуаре другого исполнителя. Вот именно это и произошло в начале 60-х с Вилли Нельсоном, молодым малоизвестным исполнителем и сочинителем, выступавшим в стиле кантри. Боссы звукозаписывающих компаний призывали его что-то другое делать, они признавали его талант, но считали песни Нельсона слишком замысловатыми для широкой аудитории. Мне нравилось экспериментировать, через много лет рассказывал журналистам Нельсон, и из-за этого мой саунд казался некоммерческим всем тем нашвилдским ушам, которые слушали старье и не хотели понять что-либо оригинальное. С песней Crazy проблемы возникли, потому что в отличие от обычной песни, обычной кантри-песни, в ней было не три, а целых пять аккордов. Да еще называлась она в рабочей версии Stupid. Выслушав вежливое нет от руководителя звукозаписывающих компаний, Вилли решил зайти с другой стороны и предложил композицию уже хорошо раскрученному кантри-певцу Билли Уокеру. Тот песню оценил, но не захотел ее исполнять, сказав, что это песня для девушки, что в принципе было верным. Баллада Нельсона представляла собой эдакий реквием неразделенной любви. Возможно, эта баллада, которая теперь занимает почетное место в списке 500 лучших музыкальных произведений всех времен и народов, так и завалялась бы где-нибудь на пыльном чердаке в доме ее автора, если бы в ее судьбу не вмешался музыкальный аппарат Jukebox. А дело было так. Пластинку с демозаписью своей непристроенной баллады Нельсон подарил своему приятелю, бармену Нэшвиллского питейного заведения, куда частенько захаживал пропустить стаканчик-другой. А бармен загрузил ее в Jukebox и каждый раз, когда Вилли появлялся в его баре, включал его непризнанную песню. И вот однажды, сидевший рядом с хорошо выпившим Нельсоном мужчина, тоже, кстати, изрядно выпивший, вдруг спросил, «Эй, парни, что за песню вы слушаете?» Бармен кивнул на Нельсона и тот кисло признался, что это его баллада. Мужчина хмыкнул и сказал, «Песня классная, а спет хреново, но я знаю, кто ее может сделать». Этим мужчиной был Чарли Дикк, муж восходящей звезды кантри-музыки Петси Клайн. Вы сейчас видите его на ваших экранах, как, собственно, и молодого, а также постаревшего Нельсона. Песню, которую притащил домой хорошо поддавший муж Клайн, забраковала, но продюсер-певица Оуэн Брэдли распознал в балладе потенциальный хит и подобрал идеальную аранжировку. Однако неприятности продолжали преследовать творения Вилли Нельсона. За пару месяцев до записи этой песни Петси попала в автомобильную аварию, сломала ребру, из-за чего не могла брать высокие ноты на первой сессии. Музыкантам пришлось играть свои партии без вокала, которые наложили позже. Сингл «Крэйзи» вышел 16 октября 1961 года. Он поднялся на вторую строчку хит-парада «Кантри» и остановился на девятом месте «Билборд Ход 100». Радаясь успеху Петси, говорила журналистам. Все мои последние хиты сбываются. У меня была песня под названием «Треугольник Тра-Ла-Ла» и попал здесь слухи о том, что я люблю заниматься сексом втроем. Потом был хит «Я разваливаюсь на части» и я попала в аварию. А сейчас я беспокоюсь, потому что вышел новый хитовый сингл, и он называется «Крэйзи». «Как бы мне не сойти с ума», — говорила она. Но сойти с ума Клайн не было суждено. Через два года ее жизнь трагически оборвалась в авиакатастрофе. А баллада «Крэйзи» в ее исполнении теперь считается одной из самых удачных композиций в истории кантри-музыки. Вот такая у нас сегодня музыкальная история. История песни, которую вы, конечно же, когда-то слышали, но, возможно, не знали, что написал ее знаменитый Вилли Нельсон, а исполнила первый Петти Клайн.